Сегодня мы поговорим о ценах. Прошла избирательная кампания и пришлось проехать в довольно многие регионы страны. Должен отметить, что этот год был замечательным тем, что появилось такое выражение, как «золотые щи». В «золотые щи» клались такие ингредиенты, как капуста по 120 рублей за килограмм, картошка 60 рублей за килограмм, свекла 200 рублей за килограмм. Как выживать в этих условиях, если инфляция даже по этому году, уже Минэкономразвитие объявил 7,4%. И всякий раз задает вопрос, а почему же в конце концов у нас растут цены, почему они нестабильны, почему они растут, да еще таким галлопирующим методом 7,5% и, наверное, будет даже больше. Вопрос заключается в том, что государство отказывается регулировать цены на предметы первой необходимости, хотя мы, коммунисты, уже дважды вносили закон о государственном регулировании цен, но, к сожалению, партия «Единая Россия» его каждый раз отклоняет. Между тем, сама же партия «Единая Россия» и ее правительство повышают цены искусственно. За счет чего? А за счет того, что повышается курс доллара, причем он административно повышается, нет никакой рыночной цены его. Повышается, повышается, повышаются цены производителей, причем они в этом году повысились на 20%, а если цены производителей повысились на 20%, значит и товары первой необходимости тоже повысятся таким же образом. Повышаются налоги, акцизы, коммунальные платежи, все это ложится на цены, которые оплачивает наш нищий народ. А вот зарплата, к сожалению, упала на 11% и доходы населения тоже. И вот эти вот вкрапления по 10-15 тысяч, то, что дает правительство нашим определенным группам населения, ну, они не имеют никакого реального действия, поскольку, ну, сужены до очень маленького количества людей. Все остальные прозябают в нищете. Мы уже несколько раз говорили, почему не регулируются цены на сельхозпродукцию, на товары первой необходимости, в первую очередь продовольствия, потому что продовольственная инфляция самая высокая, 12,5% в этом году. У нас помидоры подорожали на 24%, на 17% подорожали огурцы, апельсины подорожали на 12%, и все товары народного потребления даже за последние 10 дней выросли на 0,1, на 0,2, на 0,3, а некоторые даже на 1% и продолжают расти. Но надо же как-то останавливать этот беспредел. Но почему правительство не вмешивается в эти процессы? Почему в Германии можно 40% товаров народного потребления, значит, контролировать государством и устанавливать цены? Почему у нас категорически запрещается? Якобы это нарушит какие-то рыночные принципы. Я считаю, что можно нарушать и рыночные принципы, и любые другие, лишь бы народу было хорошо. И плевать нам на Запад и на Восток. Мы должны жить в своей стране и заботиться о собственном народе. А вот собственный народ, к сожалению, бедствует. И не зря поставлена задача сократить бедных вдвое. Раз бедных сокращается вдвое, значит, они есть, а вот надо, чтобы их не было. У нас самыми бедными людьми сегодня остаются дети войны. Мы 9 раз вносили закон о детях войны, и 9 раз его отклоняют. Даже последний закон, внесенный еще в прошлом году, лежит и до сих пор не рассмотрен, потому что его торпедирует Единая Россия. Мы этот закон выненчили. Он нужен, он необходим детям войны. Это люди, которые прошли войну, которые остались без родителей, которые восстанавливали разрушенные войной хозяйство. И эти люди создали, собственно, то благосостояние, которым пользуются и сегодняшняя олигархия. Я должен сказать только одно, что из новых скважин добывается всего 8% нефти. Вся остальная нефть добывается сегодня из скважин, разработанных руками детей войны. Поэтому закон этот надо принять. Фракция поставила его как приоритетный в повестку дня. И мы должны его буквально в октябре месяце до принятия бюджета принять этот многострадальный закон о детях войны. Дети войны будут благодарны всем депутатам, если они за него проголосуют. Сегодня будет рассмотрено на втором заседании пленарного государственной думы. Планируется рассмотреть 30 вопросов. Два из них связаны с пенсионным обеспечением. Первое – это об утверждении возраста дожития для выплаты накопительной части пенсии. Несмотря на то, что ожидаемая продолжительность жизни падает, несмотря на ковид, несмотря на неблагоприятную демографическую ситуацию, правительство предлагает нам утвердить прежнюю цифру – 22 года. Естественно, мы будем голосовать категорически против. Вторую инициативу, которая касается компенсации за счет негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных потерь в случае незаконного перевода накоплений гражданина из одного фонда в другой, этот законопроект мы поддержим, потому что эта проблема давным-давно уже назрела. Ряд законов будут связаны, сегодня законопроект связан с стимулированием бизнеса, который располагается у нас сегодня в Калининградской области, в зоне специального экономического режима, в зону, где находится у нас территория опережающего развития. Они весьма спорны, потому что предполагают освободить от ряда налогов, которые идут в бюджеты регионов. И мы, с своей стороны, опасаемся, что регионы недополучат часть тех налогов, на которые рассчитывают. Безусловно, будем прорабатывать их дальше, ко второму чтению, и дальше уже решать. Очень интересный законопроект сегодня будет об освобождении от лицензионных требований автобусов, которые перевозят работников Верховного суда и всех остальных судов, работников прокуратуры, работников правоохранительных органов, УФСИН и всего остального. То есть огромное количество введенных на сегодня ограничений для перемещения общественного транспорта, в частности автобусов. Я говорю про ГЛОНАСС, про систему тахографов, про систему внутреннего видеоконтроля. Оказывается, сегодня можно будет не соблюдать как раз тем органам, которые и осуществляют, собственно, контроль за этими пассажирскими перевозками. Поэтому мы настаиваем на том, что если условия созданы, перевозки пассажиров автотранспортом, автобусами конкретно, значит, эти условия должны соблюдать все. Либо надо делать послабление для всех остальных. Что касается двух вопросов, которые сегодня фракция планирует внести на рассмотрение отдельно, один из этих вопросов касается сегодня репрессивных мер по отношению к нашим политическим активистам, к тем, кто протестует сегодня против результатов выборов. Я говорю в частности про наших членов КПРФ в городе Москве и сторонников партии. Более ста человек были привлечены к административной ответственности, многие арестованы. Некоторые из них имели статус кандидатов в депутаты Государственной Думы и, соответственно, не могли быть подвергнуты никакому административному наказанию без согласия генерального прокурора. Налицо явное нарушение закона. Сегодня мы будем требовать того, чтобы на одно из ближайших заседаний Государственной Думы были приглашены генеральный прокурор, ну и министр внутренних дел Российской Федерации для дачи соответствующих объяснений и реакций. Ну и второй вопрос, он касается, конечно, тех безобразных кадров, которые были распространены средствами массовой информации и российскими и иностранными, касающиеся пыток и издевательств над заключенными во многих колониях Российской Федерации. На наследь этот вопрос очень серьезный и независимо от того, какие ставились цели, кто там преследовал или якобы таким образом воздействовал на криминальных авторитетов, мы считаем, что подобные меры недопустимы для цивилизованного современного государства и поэтому подготовили на сегодня и планируем внести протокольное поручение для нашего профильного комитета, чтобы была запрошена вся необходимая информация, чтобы она была тщательно проанализирована и комитет дал заключение о необходимости более широкого рассмотрения данной проблемы и вынесения соответствующих изменений в законодательство, ну и, естественно, в случае, если потребуется наказание тех, кто довел, собственно, вот до таких вещей сегодня нашу систему, унициальную. Редактор субтитров А.Семкин